Доброе утро! А ты где-то в полодиннадцатого проснулся, да? И меня-то образовывала. Да. Так, а мы сейчас будем готовить завтрак. Будем делать гренки. У нас здесь небольшой кусочек батона, но нам на завтрак с Антохой хватит. Поставим сейчас чайничек и все приготовим. А вот чуть-чуть батончиков, яички есть. Сколько? Не знаю, сейчас посмотрим. Я долго свал. Да, так что мы готовим, Антон Сергеевич? Гренки с сосисками! Да, я поехала, еще купила сосисочек. Вот, в общем, гренки. И здесь вылили оставшиеся. Я делала на три яйца. Вот получилось у нас пять кусочков. Оставшиеся мы вылили яйца. И сейчас будем все это переворачивать. Сосиски. Да ты, ты будешь. Сосиски я взяла, знаете, проткнула их шпажкой и потихонечку по спирали нарезала. Ножом шпажку убрала. Теперь они вот такие вот спиральки. Сейчас будем их обжаривать, да? Да, как? На сковородке. Сейчас это все поджарится, и мы вытащим греночки и будем обжаривать сосиски. На палочке какой-нибудь? Нет, не на палочке. Вот так вот. И они потом у нас немножечко сосиски раскроются. Нет, просто положим на сковородочку. Я хочу одну. Ну и ты будешь. Так, поставили чайничек, будем пить чай. Я буду кофе с молоком, Антоха чай, да? Туше с молоком. Да. Вот у нас тут сосисочки вот так красиво раскрываются. Так, оденка, как здесь все стреляет. Так что сейчас ты это поджарится, и они будут... Так, ну что, все, мы пробуем наш вкусный завтрак. Да, давай, присаживайся, будем кушать. Да, уже как раз без 15 и 12. Нам надо кушать. Да, всем приятного аппетита, да? Спасибо. Так, ну что, мясо наше для борщика готовится, варится уже здесь вовсю. В общем, сейчас хочу, раз такая погода, ветер ужасный, дождь то начинается, то заканчивается. В общем, ничего приятного. Хочу сейчас замесить тесто для булочек, так как у меня еще с Пасхи осталось начинка, орехи с маком и с сахаром. Здесь уже все готово. Сейчас в хлебопечку хочу поставить сладкое тесто. Это рецепт от моей любимой родни. Я его, не помню, делала ли я его хоть раз или нет, но попробую сделать. Вот, сейчас, в общем, все покажу. Так, смотрите сюда, в этот тетрадь ничего мне было делать, решила переписать. Переписала пока только два рецепта. Один рецепт за тульский пряник. Вот эти вот пряники, которые я, в общем, готовила. Сахар один стакан, яйца, сливочное масло или маргарин 100 грамм. Яйца два штуки, мед, 2-3 столовые ложки мука, 3 стакана, корица. Я еще молотый инвирт тоже добавляю. Разрыхлитель, ну и я заменяю чайной ложкой соды, гашеной уксусом. Водяная баня. На водяную баню все в кастрюльке. И маргарин, мед, корица, яйца и плюс сахар. Все это растопится, становится жидким. Туда же потом добавить 3 стакана муки. Уже когда снять с огня, добавить муку и разрыхлительную. Ну, я то есть в коду, да? И раскатывая, положить в холодильник. Я бы посоветовала его, чтобы оно немножко отдохнуло. И потом раскатывайте 10 минут при 200 градусах. Вот, и еще тесто для пиццы, которое вот я делала. Вот оно, вот такое. В общем, тесто для пиццы. Пиццу здесь там она рисовала. И сейчас буду пробовать делать сладкое тесто. По рецепту моей любимой родни. И... Да, у меня, кстати, была для рецепта вот такая огромная тетрадь. Но на самом деле здесь совсем мало, что записано. Потому что оно настолько неудобное. Да, здесь, кстати, записано скумбрия пряного посола. Этот рецепт я тоже обязательно себе перепишу. Он нам очень нравится. Здесь вот еще, смотрите, лежит. Это вафельная картинка, которую вот на торт можно использовать. Я когда-то хотела, в прошлом году хотела себе на день рождения. Но так как день рождения мы отмечали в Сочи, то я его не использовала, эту картинку. Но она нисколько не портится. Поэтому, может быть, в этом году сделаю клубничный торт. У нас вот этой вот картинкой вафельной. Так, в общем, вот такая огромная тетрадь, на самом деле, неудобно. Вот этот вариант мне нравится очень, которым действительно можно пользоваться, а не передавать его по наследству. Вот такая талмуд, только для передачи по наследству. Знаете, рецептов пользоваться им не очень удобно. Поэтому вот это вот будет мой теперь хороший вариант. А, вот еще макину на кефире. Да, я их обязательно тоже перепишу. Они мне очень нравятся. Черная смородина, которую я делаю. Вот, это моя любимая. Так, салат с морепродуктами. Тоже очень вкусный. На Новый год мы обычно делаем, потому что здесь... А, нет, это салат с морепродуктами другой. Да, здесь, в общем, очень вкусные листья салата. Это помидоры черри, перец болгарский, креветки маринованные или мидии. В общем, я беру микс и все заправить вот этим маслом из морепродуктов. Так, а где же мои дрожжи? Где же мое тесто? Оно тоже было на листике записано. Сейчас я буду его искать. Помидорки сладкие тоже перепишу. Так, вот тесто. Я его нашла. Оно тоже записано на листике. В общем, здесь 2 яйца. Маргарина 100 граммов мягкого. Молоко полтора стакана больше, чем полстакана сахара. Один пакетик дрожжей. Насчетка соль. Муки сразу 2,5 стакана потом добавлять. И, в общем, вот это все в хлебопечке. Сейчас буду пробовать делать. Потом посмотрим, что получится. В общем, напомню, что будут булочки с маком. Так, подогревается. Здесь у меня полтора стакана молока. На самом деле, в микроволновке, конечно, все это делать удобнее. Но так как теперь моя микроволновка вот и вот сковородка теперь моя микроволновка. Поэтому пока так. Ну что, все, что нужно, я уже заложила сюда. Маргарин растопила. Ну, не совсем, чтобы он, в общем, стал мягкий. Даже если там вот такие вот маленькие кусочки плавали. Маргарина, но он был очень мягкий. Мука. Ну, я сразу 3 стакана всыпала, а не 2,5. Что еще? Щепотка соли. Пакетик дрожжей у меня были в сах момент. Я еще сюда добавила ванили на пакетик. Так, что еще? Ну, молоко, 2 яйца. Сахар больше, чем полстакана. И, в общем, теперь смотрим. На режим теста поставила. У меня он длится 1,5 часа. Все закрываем. И потом как запищит. То есть даст звуковой сигнал. Хлебопечка, что нужно посмотреть на тесто. Может быть, что-то добавить. Может быть, муки. Может быть, наоборот, воды или молока. Вот. И я еще иногда силиконовой лопаткой вот эти вот части помогаю немножечко хлебопечке подвешать. Все, ждем. Рукового сигнала. Так, ну что. Уже засигналила тесто. Я добавила муки муки. Пришлось добавлять очень много. Еще аж 3 стакана. Но тесто после этого получилось вот такое вот обалденное. А до этого, когда я добавила 3 стакана первый раз, то она была очень жидкая. Вот теперь оно вот такое вот, мне кажется, вообще идеальное тесто. И теперь оно, да, вымешивается и будет подходить. И когда оно уже совсем будет готово, то есть, когда время вот здесь вот закончится, то будем из него делать булочки. Ну что, борщик готов. Теперь он будет настаиваться. Я пока займусь булочками. Я тесто достала из хлебопечки и положила его в мисочку, потому что в хлебопечке ему уже было мало места. И вот так вот оно уже здесь поднялось. Два раза увеличилось. Сейчас я здесь все приберу на столе и буду заниматься булочками. Так, мы делаем булочки с Антошкой. Антошка делает свои булочки, да? А мама делает общие. Да, мама делает общие. Они будут вот такие. Вот сначала мы делаем маленькие рулетики, в которые я кладу вот эту вот начинку, а потом делаю из них... Это мак! Да, мак, да. Потом делаю из них вот такие вот булочки. Потом мы их еще смажем. Немножечко сверху тоже можно присыпать маком. Сейчас они пока будут расстаиваться. Я их сейчас поставлю и включу духовку, чтобы она разогревалась. Тебе нравятся свои? А я свои еще у меня. Делали. Мама. Мы все вместе маленькие, а мама сама большой. Да. Как одежка Коля Умин. Похоже. Еще бы здесь звездочку сделать. И все. Это будет еще здесь наклеить оранжевый. И будем вообще похоже, как девушка Коля Умин. Коля Умин. Ну, Тош, ты так это радостно говоришь вообще. Так, вот такие вот уже подходят. Мам! Все, сейчас я это все сейчас полотенечком накрою. И оно здесь будет отдыхать. А так уже несем мы. Несем мы. Так, ну что, первый противень испекся. Вот такой вот он, мне кажется, очень даже красивый получился. Булочки прекрасно подошли. Они были маленькие, и теперь стали в два раза больше. Мне кажется, это здорово. Теперь все это остывает. Видишь? У нас такая радость, да, сынок? У нас теперь есть тостер. Тостер. Да, мы теперь можем делать тосты. Если хочет сын, мы бы пить его... Нет, он когда уже достанем горячий хлеб, потом сырок можно ложить, и он от горячего хлеба расплавится, да? В рюкарх надо соль на баку. Да? Ну, мы же на пятерку поставили, чтобы же оно же долго поджаривалось. И сразу бабуля нам еще привезла вот такой вот творожный сыр и красную рыбку. Будем сейчас в бутербродике. Ну, на тройку тогда оно не будет такое поджаристое, сынок. Шуля уже дома. Ну, как свое путешествие? Нормально. Смотри, куда мы ездили? Там, смотри, вот такой бережок. В Ейске? Да, в Ейске. И вот так вот камнями обложены, аж куда же. А тут стоят эти, а туда не проехать просто. Потому что тут эти стоят. Ага. Там рифку ходят? Ну, цыпляточек, вы хоть снимались, папа? Ой, за мной. Куточек, гусочек. Ой, да, там они белые. Да? Ух ты. Красивые. Мы с Женей поехали в поисках этой собаки, похожей на Женеву. Но нету никого у нас, никакой собаки. В общем, мы тут теперь едем, никого нет, а то ни собаки, ни народа. Ну что, я тут все пеку. Уже вот сосиски в тесте сделала первую партию. И вторая партия будет вот так вот надрезана немножечко. Вот смазывала я все вот здесь вот кисточкой, яйцо с молоком взбитое немножечко. Ну, перемешанное в общем. Вот такое вот все получается красивое. Кто тут прячется? Скажи маму. Афанасий, ну рассказывай маме, как ты там был у бабушки с дедушкой? Ужасно. А Лёна. У дедушки Лёни ты был? Ужасно. А мама, а Лёна. А где мама была? Мама дома. Дома? А ты там с кем спал? С кем ты спал, сынок? Афанечка, а ты с кем спал? Папа. С папой спал? А не с Гришей? Деда спал. С дедушкой спал? Да. Сегодня он в обед вообще не спал. Нет, а вообще ночью? Ночью, так, янув первую ночь, там уже два дивана, один там в прихожей. В кухне, где кушали? Ну да. Там в диване, там папа спал. Бабушка, там где вот это ты всегда спишь. Галя, а где дедушка, 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 там. А Афонька? А Афоня, не, на большом диване мы. Сам? Ну и я, другую. А, вы там вместе? Потом, и на следующую ночь папа уже с нами, а девушка уже на его месте. А Афоня говорит, а ты девушка ночью, ночью пошел, управился, он через день туда спать идет. Да? Прямо к бабушке. А? 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 Мама, а то шел, шел и дошел, и пошел в баню спать. А Анатоши там не было? Да. Ты скучал за ним? Да. А то? А то? Я защищал маму. Хорошо. Еще? Опа, не надо так, не надо. Еще? Не надо, нет. Ну давай. Так, вот такие вот сосиски в тесте получились. Завтра их до мамы с папой повезем. Так, ну что, на сегодня все. Ухожу из кухни, все убрала в холодильник. Завтра будет супер завтрак. Кто захочет сосиски в тесте. А я буду красную рыбку, творожный сыр и гренки. Ну, тосты. В общем, я так счастлива, что мне родители подарили тостер. Вот. Я прям безумно счастлива. Потому что, несмотря на то, что это немножечко заранее, чем мой день рождения. Ну, почему-то так всегда. То, что я чаще всего заказываю подарки. И вот, когда их покупают родители или родня, то они их дарят вот в день, когда их купили. Даже это может быть 2-3 дня до дня рождения. Я уже счастливая пользуюсь этим. И в этот раз буду готовить себе вкусные завтраки. Всякие там, как эти, багеты, брускетты с помидорами и с чесноком. В общем, буду экспериментировать что-то. Делать какие-то такие завтраки на хлебе, на поджаренном. Вот так вот. В общем, ладно. Всем до завтра. Мы, кстати, поездили. Я не помню, я просто говорила это в видео или нет. За Женевой. Никого там не нашли. Никакой собаки там не было. Так что не знаю. Но я могу сказать то, что там не было шрама на носу этой собаки. А первый признак того, что это Женева, это... Ну, как сказал мне Сержуня, я же ему звонила, что это шрам. Шрам на носу у нее. И там не было никакого шрама. Там нос был абсолютно чистый, нормальный. А в Женевой, да, прям был такой шрамик. Она об забор поцарапалась. Вот. В общем, ладно. Всем до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok